Мы рассмотрим среду, в которой проектируются печатные платы, библиотеки, как они устроены, как их использовать, как создавать, размещение компонентов. Мы рассмотрим такую мощную вещь, как Constraint Manager, среда для управления правилами проектирования и ограничениями. Мы рассмотрим новые возможности работы с полигонами, с трассировкой, посмотрим, как проектировать гибко-жёсткие платы, как устроены DRC, Design Rule Check или контроль правил проектирования в SAPR Allegro. Мы рассмотрим, что можно сделать для создания производственных файлов, чертежей и какие дополнительные возможности присутствуют в SAPR Cadence Allegro. Первая тема – динамические полигоны. Как вы знаете, в SAPR Allegro полигоны можно сделать динамическими, то есть они автоматически прорезаются при прокладке трасс. Это крайне удобная функция, и эта функция была дополнительно улучшена в SAPR. Вы видите, как полигоны изменяют свое местоположение при перемещении проводников, в ситуации, когда с помощью одного проводника смещают другие, даже в ситуации, когда вы перемещаете компонент и сдвигается трассировка, или вы перемещаете готовый страссированный модуль, прорезывание полигонов происходит автоматически, динамически. Это очень удобно, это не глючит, это действительно мощная помощь. Вот таким образом вы можете натянуть полигон на уже нарисованный страссированный модуль. Вы можете даже залить целиком слой печатной платы полигонами и даже автоматически удалить островки. Видите, качество заливки полигонов. Как редактируются полигоны? Вы сразу можете выделить точки на полигоне и сдвинуть внутрь или наружу выделенный сегмент полигона. Вы можете сделать фаски на углах полигонов, либо по очереди, либо целиком на всем полигоне. Эти фаски могут быть срезанные под углом 45 градусов или скругленные. Посмотрите, как можно сдвинуть границы полигонов, перетягивая их с помощью мыши. Посмотрим дополнительные возможности по работе с полигонами. Предположим, вам нужно удлинить полигон, размещенный на печатной плате, внутри другого полигона. Как будут вести себя эти полигоны в комбинации? Как они будут пересекаться? Вы можете задать в опциях. Всегда в проекте Allegro вы видите справа окно опций, которые относятся к текущей команде. Если у нас команда работает с полигонами, вы видите, что мы задали, каким образом этот полигон работает. И вы видите, каким способом, выделяя с помощью точек сегмент на полигоне, вы можете этот полигон удлинить, слайдировать его. И при этом соседний полигон, естественно, раскрывается и дает место этому. Посмотрим, как редактировать границы полигона, чтобы это было вам удобно. Вы видите, можно скруглить углы. Таким образом, редактирование полигонов в Cadence Allegro это мощная, удобная и быстрая функция, которая не подвешивает компьютер, не требует существенных ресурсов или памяти. И наши инженеры в дизайн-центре, например, прокладывают до сотни полигонов в день без проблем в соответствии с правилами, в соответствии с дейташитами на определенные микросхемы, для которых они делают эти полигоны. Прозрачность слоев. Начиная с версии 16.6 в Cadence появилась возможность задавать прозрачность для слоев, что позволяет видеть удобно и красиво на экране несколько слоев в одно и то же время. И соответствующим образом редактировать их, независимо от того, что несколько слоев накладываются друг на друга. Как можно задать прозрачность? Вы видите, что есть соответствующее меню, которое позволяет изменить настройки прозрачности и настроить под ваши нужды как цвет, так и степень прозрачности при наложении слоев друг на друга. Видите, насколько удобно можно трассировать проводники. При этом вы проходите в данном случае через 8 слоев полигонов. И вы видите, как быстро проводится трассировка с освобождением пространства в полигоне. Даже полигоны с перекрестиями типа CrossHatch с штриховкой являются динамическими и точно так же производятся динамические освобождения при прокладке трасс. Вы видите, трассировка происходит на гибкой части в данном случае, вдоль уже начерченных линий. Это очень удобно, когда у вас сложный маршрут трассы. Вы можете проложить его вдоль соседней трассы, при этом качественно и быстро. Давайте посмотрим, как производится штриховка. Вы задаете тип штриховки, как я уже говорил, в опциях, выбираете область, которую нужно заштриховать или закрыть полигоном. И по границе печатной платы с необходимым отступом вам не нужно выделять конкретную, точную область полигона. Вы выделяете приблизительно, в каком месте находится полигон. И вдоль границы печатной платы полигон строится автоматически. Вот таким образом. В соответствии с теми настройками, которые вы задали в опциях. Как задаются термальные отступы? Это, как вы знаете, при пайке печатной платы крайне важно, каким образом контактная площадка подсоединена к полигонам. Если плата насыщенная, толстая, имеет много слоев с медью, очень сложно пропаять отверстие и очень сложно качественно пропаять планарную площадку. Если она подсоединена к полигону. Особенно, если это подсоединение сплошное. Поэтому разработчики часто выбирают термальные отступы. То есть, не сплошное подсоединение, а подсоединение со специальными вырезами для того, чтобы теплоотвод от площадки был не такой мощный. Есть три метода задания термалов. Глобальный, когда вы задаете глобальные свойства для всех добавленных полигонов. Как подсоединять термальные площадки к этим полигонам. Для каждого полигона вы можете задать индивидуально, как подсоединять к ним площадки. А также вы можете задать индивидуальные свойства для каждого вывода. То есть, взять компонент и для этого компонента задать необходимое подключение. Давайте посмотрим, как задать подключение в соответствии со слоем. То есть, в каждом слое индивидуально вы можете задать некий отдельный способ подключения термалов. Видите, мы выбираем те слои, в которых нам нужно задать этот способ подключения. И, переключаясь по этим слоям, мы получили разные виды подключения термалов. Очень удобная функция Валлегра – это копирование полигона с увеличением или уменьшением размера. Например, если у вас есть слой контура печатной платы, и вам нужно создать зону отступа от этого слоя для трассировки. Зону, которая меньше на 0,5 мм, например, чем этот контур. Вы выбираете функцию копирования с уменьшением на 0,5 мм. И весь контур платы, включая вырезы, включая сложные изогнутые области, будет скопирован в новый полигон, в новом слое. Например, в слое Route Keep In с уменьшением. Давайте посмотрим. Вот есть контур платы. И вы хотите создать новый полигон с определенным отступом. Пожалуйста, одним движением вы получаете новый полигон. Причем в данном случае это полигон уже в слое топологии. Вы задаете, в какой слой вы хотите создать этот полигон. И в слое WCC вы сделали еще один полигон. Есть одна рекомендация. Если у вас есть полигоны сплошные в слое питания и в слое земли, рекомендуется делать их на разном расстоянии от края платы, от контура платы. В противном случае, выходя на контур платы на одном расстоянии от него, эти два полигона создают в некотором роде антенну, излучающую наружу все те мощные высокочастотные токи, которые протекают по цепям питания внутри платы. Вы видите, что в Supper Cadence возникла такая дополнительная ступень информирования разработчика. Это имя цепи на полигонах. Какие есть операции по объединению, наложению полигонов? Вы можете выполнять различные логические операции. Или, и, исключающие, или, и операцию, и не. Давайте посмотрим. Есть пять полигонов, и посмотрим, как выполняются различные операции над этим полигоном. Операция или, это объединение полигонов. Делаем анду. Операция и не. Вырезание каких-то частей из полигона. И так далее. Можно создавать дополнительные зоны запрета в полигонах. Причем эти зоны запрета не обязательно делать на уровне печатной платы, можно делать их на уровне компонента. То есть, если для какого-то компонента вам необходимо сделать зону запрета трассировки под этим компонентом, вы можете сделать это в библиотеке. Вы можете сделать зону запрета любой топологии, либо зону запрета только трассировки, зону запрета только переходных отверстий, или зону запрета полигонов. Как выполняется управление правилами в Cadence Allegro? Для этого существует специальная утилита, встроенная в саппорт, называемая Constraint Manager. Constraint Manager открывается в дополнительном окне. Его можно иметь на втором мониторе, например, или на том же мониторе переключаться между окном топологии и окном Constraint Manager, или можно его скрывать, если он не нужен в настоящее время. Это окно устроено как таблица, похоже на Excel. Единственное, что на этой таблице мы видим различные группы. Это группы электрических ограничений, физических ограничений, то есть по размерам объектов, ограничений по зазорам, спейсинг, ограничений по зазорам внутри одной и той же цепи и различные дополнительные возможности. Это очень удобная система, которая позволяет с помощью вот такого табличного представления управлять всеми правилами и ограничениями в вашей системе. Вы не сможете ни запутаться, ни забыть, какие именно у вас правила. Это работает быстро и эффективно. Как используется Constraint Manager? Давайте посмотрим. Вы создаете некие правила, которые называете Constraint Set или набор правил. Эти наборы правил вы именуете. Имя по умолчанию это Default. Вы можете создать новые наборы правил. Например, в данном случае создан набор правил Div1 для дифференциальных пар, набор правил Power для цепей питания и набор правил RF для высокочастотных цепей. Когда эти наборы правил созданы, и вы задали определенные значения, например, ширины проводников, зазоров, выбор переходных отверстий, каких-то других ограничений, физических ограничений по зазорам, ограничений электрических, вы можете эти наборы правил назначить вашим цепям или группам цепей. Вы видите внизу, как в таблице группам цепей или цепям назначаются эти правила. Давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Открыт Constraint Manager, и вы видите, что есть некие группы цепей, и эту группу цепей можно задать для нее набор правил либо для всех слоев, либо для каждого слоя индивидуально. Вы видите, что в правила входят зазоры между различными объектами, ширина различных объектов, то есть, например, толщина, ширина линий. Вы видите, что цепи в данном случае собраны в группы, вы можете назначать группам эти наборы, и тогда каждой цепи внутри группы будет назначен соответствующий набор. Видите, можно задать параметры для дифференциальной пары. Вы можете задать индивидуально набор для какой-то цепи внутри группы, хотя вся группа имеет другой набор. И вы видите, что в данном случае все цепи получили одно и то же правило для дифференциальной пары в необходимых слоях. Если вы где-то в каком-то месте захотите исправить это правило, вы можете сделать это локально. В данном случае эта ячейка будет выделена, и вы увидите, что в этой ячейке задано индивидуальное правило. Очень мощной возможностью в Allegro является задание электрических правил. Что это такое? Мы уже знаем, что мы можем задавать правила физические, то есть ширина проводника, зазоры, размеры объектов, расстояние между объектами. Однако современный разработчик, занимающийся скоростными печатными платами, сложными высокочастотными платами, платами аналоговыми. Для него крайне важно не просто иметь информацию о размерах и управлять ей, но иметь информацию о электрических свойствах. Например, это задержка распространения, это топология, по которой вы должны прокладывать эту трассу. Это разница в задержках между несколькими цепями, или, например, в дифференциальной паре разбежка, изменение фазы при повороте дифференциальной паре, когда вы трассируете эту пару на печатной плате. Поэтому эти правила лучше задавать в виде электрических правил, сразу оперируя такими параметрами, как время. Например, время распространения сигнала по этой дифференциальной паре, по этому проводнику. Еще до трассировки вы можете задать ту топологию, которую вы хотите видеть для данного проводника. Вы можете сделать ее либо Т-образной, либо flyby, то есть распространение проводника по печатной плате будет идти либо от центральной точки ветвями, либо через каждую микросхему по отдельности. Эта топология записывается в Constraint Manager, и вы можете управлять ей с помощью электрических правил. Затем вы эту топологию можете скопировать на другие проводники в группе, и таким образом это правило будет задано для всех проводников группы. Вы видите, как задается так называемая Т-точка, или точка, где производится разделение сигнала на ветви. И вы видите, что это правило задано пользователем, и оно задано для этой цепи. Посмотрим еще одно видео. Вы видите, что для цепей заданы определенные правила, и цепь может это правило либо соответствовать ему, то есть проходит анализ на соответствие этому правилу, либо не проходит. Если цепь прошла по, так сказать, анализ на соответствие, то соответствующий столбец в Constraint Manager подсвечивается зеленым цветом. Если не прошла, то красным. Если анализ еще не проводился, то в этом столбце будет ячейка закрашена желтым цветом. Посмотрим на правила для дифференциальных пар. С помощью этих правил мы можем определить, какова разбежка по фазе между двумя проводниками внутри дифференциальной пары. Без такого правила вы не сможете определить, является ли дифференциальная пара страссированной корректно, или в ней есть разница по фазе. Есть возможность определять разбежку по фазе статически в Sapper Allegro, а есть возможность задать динамический анализ фазы. На рисунке справа внизу показано, как с каждым поворотом проводника Sapper следит за тем, какова задержка, какова разбежка по фазе между двумя линиями проводника. Дифференциальной пары. И на экране возникает мониторчик, который позволяет вам увидеть в динамике, что фаза в данной дифференциальной паре нарушена. Ее надо поправить с помощью специальных элементов, так называемых стабов. Если вы занимаетесь трассировкой шин, например, скоростной памяти типа DDR, то вам необходимо задавать группы сигналов, которые выровнены по длине или по скорости распространения. Все сигналы должны прийти от источника к приемнику, например, к микросхеме памяти, в один и тот же момент времени с минимальной разбежкой. Эта разбежка, эта разница по задержке распространения задается обычно производителем микросхемы. Зависит от того, на какой скорости вы хотите работать. Чем выше скорость работы микросхемы памяти, тем меньше должна быть разница в времени прихода сигнала на микросхемы памяти. В этом случае мы задаем группу сигналов и говорим, что это так называемая матч-группа, группа, с которой все длины и задержки распространения соответствуют друг другу. Мы в этой группе назначаем один сигнал, который является таргетом или целевым сигналом, сигналом, на который ориентируются все остальные. И все остальные сигналы в группе система контролирует автоматически и позволяет вам сделать выравнивание по задержке распространения. Выравнивание делается с помощью меандров. Мы это видели на одном из предыдущих слайдов. Вот здесь внизу, видите, делается меандр, который удлиняет данный проводник, позволяет сделать более длительной задержку распространения, тем самым выровнять его, чтобы он соответствовал сигналу таргету. Давайте посмотрим, как это сделано в САПР. Вы видите группу сигналов адреса и группу сигналов данных DDR. Мы можем создать матч-группу, выделив необходимые нам сигналы. Назовем ее определенным именем. И она возникла у нас как отдельный объект, матч-группа, где мы уже видим красные сигналы, которые не соответствуют по длине, зеленые сигналы соответствуют по длине. Мы назначили таргет и в дальнейшем должны вручную или автоматически выровнять остальные сигналы на соответствии таргету. Как устроены правила для зазоров? Вы видите, что можно контролировать, управлять зазорами для объектов по типу объектов, либо по слоям. Как вам удобнее? Для каждого типа объектов, для каждой комбинации объектов вы можете задавать эти правила. Давайте посмотрим. Опять-таки это делается в табличном виде. И вы видите наборы правил. В каждом наборе правил вы можете задать расстояние от линии до полигона, от полигона до переходного отверстия и так далее. Для различных комбинаций объектов. И назначая ваши правила на различные группы цепей, вы можете управлять сразу всей комбинации этих зазоров. Посмотрите. Вся группа сигналов получила одно правило, вся группа СВЧ-сигналов получила другое правило. Также в САПРе есть правила для размеров. Это физические правила. И вы видите, что есть возможность задавать эти правила в двух разных областях. В области обычной трассировки и в области узкой трассировки, так называемой NEC. Вы можете при трассировке указать, что вы хотите перейти в режим NEC, в режим трассировки по более зауженным правилам, провести ваши проводники или дифференциальную пару с более узкими ширинами и зазорами, и в дальнейшем перейти к обычному правилу. Вы также можете в системе задать, на какой максимальной длине допускается работа в режиме NEC. Что мы знаем о правилах по слоям? Вы видите, что мы можем для каждого слоя индивидуально задать набор правил и индивидуально задать любую ячейку в системе. Она будет выделена особым цветом. За счет того, что вы можете задать разные правила по слоям, вы можете контролировать волновое сопротивление проводников или импеданс в зависимости от того, какая у вас структура, так как толщина диэлектриков в разных слоях может быть разной и зачастую она разная. Вы можете копировать правила из одного проекта в другой. Вы можете наборы ваших правил, constraint-сеты, так называемые, сохранять и использовать повторно в дальнейших проектах. Это очень удобно. Это позволяет вам существенно ускорять работу ваших отделов проектирования. И вы можете распространять правила, созданные ведущим разработчиком, на рабочие места разработчиков более, так сказать, низкого уровня или начинающих, или работающих под началом этого ведущего разработчика. Компоновка или размещение компонентов. В SAP Rallegro недавно добавился такой отдельный режим размещения. Когда вы включаете этот режим, вы можете не заботиться уже о настройках ваших правил управления. Функционал мыши полностью настроен на выполнение только работ по размещению. Никакие проводники, никакие переходные отверстия, полигоны не затрагиваются. Нажав на объект, вы сразу можете перемещать его. Выделив группу объектов, вы сразу можете делать действия с группой объектов. Лишних нажатий мыши не происходит. Вы видите. Очень легко освоить. Этот режим очень легко его включить. Включение происходит нажатием одной из кнопок переключения режимов, либо через меню. В Allegro имеется функционал повторно используемых модулей. Что это значит? Вы можете, создав один раз некое схемное решение и сделав для него трассировку топологии, в дальнейшем сохранить это решение как библиотечный модуль, сохранить топологию как библиотечный модуль и использовать эти наработки в ваших дальнейших проектах, как показано на экране. Давайте посмотрим еще раз. Мне кажется, это короткое, интересное видео. Вы видите один модуль и второй, причем они могут быть не иерархическими структурами, это может быть нарисованное с помощью Copy-Paste кусочки схемы. Вы говорите, что хотите поставить этот модуль на печатную плату и он ставится сразу же с применением той топологии, которая назначена этому модулю в библиотеке. Вы можете его отзеркалить, отобразить на другой слой платы, со слоя топ на слой ботом или вы можете его вращать. Также есть функционал копирования фрагментов. Это что-то похожее, но немножечко по-другому работает. Сделав топологию одного схемного фрагмента, вы можете, зная, что у вас есть соответствующие еще несколько фрагментов на схеме, даже если они не выделены иерархически, вы можете сказать, что вы хотите скопировать этот топологический фрагмент и он копируется полностью и размещение, и трассировка, и полигоны, и маркировка, референс десигнаторов и другая маркировка на плате. Вы можете размещать эти фрагменты с нужным шагом, вы можете их переворачивать на обратную сторону печатной платы и опять-таки, я напоминаю, что иерархическая схема в этом случае не требуется, САПР сама определяет, что у вас в схеме есть похожие участки и их можно копировать. Если вдруг какой-то из компонентов не соответствует, то есть бывает такое, что, например, в одном фрагменте два конденсатора, а в другом фрагменте только один конденсатор, то система сама спросит у вас, как поступить в этом случае, либо искать второй конденсатор, либо просто не размещать его в этом фрагменте. Компоненты, размещаемые на плате, можно выравнивать по определенным правилам. Правила указываются в опциях, вы можете указать, выравнивать их на равном расстоянии, раздвинуть, сдвинуть, выравнивать вертикально или горизонтально. Это могут быть как планарные компоненты, так и штыревые. Можно выравнивать их либо по центрам, либо по первому выводу. Функционал весьма удобный и позволяет вам действительно создать хорошее размещение, в том числе вы можете выравнивать их до минимально допустимого расстояния по правилам. Если вы передвигаете компоненты или группы компонентов, вы можете включить режим, который позволяет передвигать их вместе с проводниками, подведенными к их выводам. И это происходит, вы видите, довольно качественно, то есть вы можете получить изменение трассировки сразу же, не занимаясь этим, не занимая дополнительное время. Пожалуйста. Очень мощный, удобный функционал, который позволяет разработчику существенно экономить время на изменения. Вообще, Саппор Кейденс очень интересен тем, что позволяет быстро, и удобно, и качественно изменять уже спроектированную топологию. Это частая задача, которая стоит перед разработчиками, когда схемотехник в последний момент, когда уже трассировка почти готова, дает некие изменения, добавляет компоненты, меняет связи. Саппор Кейденс с Аллегро вы не будете иметь проблем с тем, чтобы делать перетрассировку печатных плат. Можно включить режим, когда при перемещении компонента включается его референс-дезигнатор. То есть, вы видите, название компонента включается только в момент, когда вы его схватили. Это очень удобно, не загромождает вашу топологию при работе, но при этом позволяет сразу понять, где какие компоненты находятся. В Саппор Олегро есть режим отображения отступов в соответствии с правилами. Эти правила задаются в таблице, как вы видите, справа внизу открытая таблица правил, где каждый с каждым корпус, например, чип-компонент с срухол-компонентом или БГА-компонент с компонентом 0402 имеют определенное значение минимального расстояния. Могу сказать по опыту, что, например, расстояние от компонента БГА или БГА, компонента с шариками и выводами, до соседних планарных компонентов должно быть достаточно большим, от 3 до 5 мм, в зависимости от вашего монтажного производства. Это связано с тем, что БГА-компонент нужно иногда снять, отреболить, поставить на место, потому что монтаж его довольно сложная процедура, связанная с использованием специального оборудования. Там такая головка наводится сверху на компонент, его разогревает, и эта головка, если рядом стоят планарные компоненты, она либо их может повредить, либо просто они могут ей помешать качественно обхватить БГА-компонент. Поэтому делают расстояние от 3 до 5 мм очень удобно в САПР задать расстояние от БГА до любых компонентов, например, 3 мм. Это позволяет вам сразу качественно делать проект и получать высокое качество монтажа и высокую ремонтопригодность ваших изделий. Посмотрим еще, как это устроено. Вот таблица, в которой мы можем задать разные расстояния либо группой, либо индивидуально между одним компонентом и другим. Речь идет именно про тип корпуса компонента. И как только мы начинаем перемещать компонент, возникает такой кружочек, который показывает, где можно поставить компонент и где нельзя. Вы видите, что расстояние между соседними БГА компонентами еще больше. Оно составляет несколько миллиметров. Трассировка. Ну, надо сказать, что работа по трассировке это довольно большая часть работы разработчика. Порядка 50% может занимать время на трассировку проекта. Чем сложнее проект, тем больше мы тратим на трассировку и на перетрассировку. В Саппор Allegro очень удобно реализованы функции трассировки и функции подготовительной. В частности, автоматический фэнаут или вывод проводников и переходных отверстий из выводов перед началом трассировки. В чем задача фэнаута? Мы с вами должны забронировать место, занять место на плате под переходные отверстия, так как мы знаем, что эти переходные отверстия все равно будут присутствовать на плате, никуда не денешься, нам нужно будет выполнять трассировку. Поэтому фэнаут позволяет нам эти переходные отверстия создать быстро, удобно, эффективно и в нужном нам месте. А затем их можно передвигать. Но в данном случае, если мы берем компонент BGA, Cadence позволяет сделать фэнаут автоматически по различным правилам, например, правила квадрантов, это когда делаются такие собачьи косточки с выходом от площадки BGA из центра на четыре стороны. Давайте посмотрим, как это делается живьем. Мы выбираем тип, нажимаем на необходимый нам компонент или группу компонентов и сразу появляется набор переходных отверстий и проводников. Сделав фэнаут для одного компонента, мы можем скопировать его для всех компонентов того же типа. Пожалуйста. Сразу возник фэнаут на всей плате для компонентов этого типа. Более того, мы можем выбрать переходные отверстия. Если у нас плата с микроотверстием, мы можем сказать, чтобы необходимая структура микроотверстий была использована в качестве фэнаута для нашего компонента. Трассировка штрихами. Это новая функция, которая добавлена в САПР Cadence Allegro. Довольно удобно. Не надо заботиться о том, чтобы прокладывать тщательно этот проводник между переходными отверстиями или между площадками. Вы намечаете путь вашего проводника и система сама проведет его по всем правилам со всеми скосами и необходимыми зазорами. Учитываются правила, заданные в Constraint Manager. Видите, что вместо трассировки мы просто рисуем путь проводника и система автоматически перекладывает его. Если мы хотим протащить проводник между другими, довольно долгая задача, связанная с расталкиванием проводников. Если мы переходим в режим прокладки штрихов, то мы приблизительно намечаем путь, трассировка еще не трогается, а затем нажимаем кнопку и сразу происходит прокладка нашего нового сигнала. Структура отверстий. Мы можем сохранить некую нарисованную нами структуру отверстий и использовать ее в дальнейшем как библиотечный элемент для создания фэнаута, для того или иного компонента. Это огромная возможность сократить время вашей работы и быстрее выйти на рынок с новыми продуктами, быстрее выполнить ваши задачи. Вот вы видите, мы делаем структуру микроотверстий с первого на второй слой, со второго на третий, с третьего на шестой и так далее. Это структура HDI, так называемая High Density Interconnect. Мы сохраняем эту структуру как образец для дальнейшего использования. Библиотечный элемент. И затем, делая фэнаут, мы можем выбрать эту структуру для группы пинов и на эту группу сразу наделся фэнаут с той структуры, которую мы задали. Мы можем указать угол, под которым этот образец будет использован на фэнауте. Тем самым сделать, как вы видите, выход наружу с созданием определенного канала для трассировки в серединке. Что можно сказать о трассировке дифференциальных пар? Есть несколько возможностей выйти из отверстий или из контактных площадок. Затем мы тянем дифференциальную пару, при этом вы видите, как удобно она прокладывается и автоматически создается подключение по выбранному нами правилу. при необходимости вы можете трассировать дифференциальную пару со скруглениями. Режим трассировки выбирается, как обычно, в опциях. Система автоматически делает дуги. Либо вы можете трассировать индивидуально каждый проводник дифференциальной пары, если это необходимо. Уже когда страссированы дифференциальные пары, вы можете их передвигать или слайдировать, при этом можно сдвигать соседние дифференциальные пары, если включен такой режим. Видите, это довольно удобно, вы можете как диагональные сегменты сдвигать, так и горизонтальные или вертикальные. При этом естественно зазор внутри дифференциальной пары, зазор между дифференциальными парами соблюдается в соответствии с правилами. Если необходимо передвинуть группу отверстий, то вы можете сделать это, выделив их вместе с соседними сегментами. Шины можно трассировать как индивидуально каждый проводничок, так и группой. Вы можете при этом в процессе трассировки выравнивать расстояние между ними. давайте выделим шину и начнем трассировку. Можно сблизить их до минимального значения DRC и продолжать трассировку. Можно задать необходимое нам расстояние более широкое, чем минимальное DRC. Можно поставить группу переходных отверстий. Причем группу переходных отверстий можно ставить различными способами. Вы видите набор групп переходных отверстий, который предусмотрен в SUPPER CANDES. SUPPER CANDES Allegro поддерживает трассировку под любым углом. Не обязательно 45 градусов или 90 градусов. Вы можете трассировать, поставить ваш компонент под любым углом и выйти из него под этим углом из его выводов. Вот вы видите можно вообще не соблюдать никакой угол, а прокладывать трассы так, как это вам удобно. Если кому-то нравится такой стиль трассировки, то пожалуйста. производитель печатных плат и эксперты, которые изучают надежность печатных плат, рекомендуют удалять незадействованные внутренние площадки на отверстиях. С чем это связано? Каждая площадка в печатной плате, если к ней не подведен проводник, она просто находится внутри на отверстии, она создает дополнительное давление внутри столбика отверстия. В момент прессования это воспринимается и является в общем-то неким дополнительным фактором, мешающим стабильному созданию спрессованных слоев, снижающим качество и надежность печатной платы. Так считают эксперты. Еще один момент, который не менее важен, это то, что площадка на переходном отверстии в общем-то мешает вам подвести топологию, подвести проводник ближе к отверстию. Но тут мы не рекомендовали бы слишком близко подводить проводники к отверстиям, так как не исключен эффект образования медных узиков или узиков веществ, результатов коррозии внутри столбика переходного отверстия, которые могут проникнуть через поры в диэлектрике к соседнему проводнику. Однако некоторое уменьшение расстояния между проводником и отверстиями возможно. И вот если вы убираете площадки автоматически, как это сделано в саппор кейденс, то вы можете воспользоваться такими дополнительными интервалами, дополнительными пробелами во внутренних слоях, чтобы сделать более плотную трассировку. Правила в регионах. Это очень мощное средство Кэденс, которое позволяет вам задать с помощью полигончика те зоны, в которых правила совершенно другие, отличаются от стандартных правил по всей плате. Например, это может быть зона с каким-то маленьким компонентом или компонентом с мелким шагом, BGA компонента, где вы можете задать совершенно другие правила. Вы эти правила задаете как набор и используете их в дальнейшем надеваете на выбранный вами полигон, на выбранную вами зону, которая используется в дальнейшем как регион. Если говорить о структуре печатной платы, перед тем, как начать трассировку проекта и даже размещение, мы рекомендуем задать полностью структуру печатной платы, рассчитать волновые сопротивления, выбрать те слои, в которых будут идти у вас сигналы, слои, в которых будут располагаться полигоны земли и питания и посчитать волновые сопротивления. Волновые сопротивления в Cadence можно считать автоматически с помощью солвера, который встроен, он называется BEM2D. Это настоящий филд-солвер, который позволяет решать уравнение Максвелла в 2,5D и рассчитывать ваши волновые сопротивления в зависимости от реальных свойств диэлектрика, от толщины фольги, от толщины медного наращивания и так далее. И вы получаете импеданс и проводников, и дифференциальных пар, и можете в дальнейшем использовать его для создания ваших правил и для трассировки. Немаловажной особенностью SUPPERCADNESS является то, что она позволяет рассчитывать и задержку распространения, основываясь на реальных свойствах материалов. То есть задержка прохождения сигнала по проводнику рассчитывается, основываясь на расчете, сделанном в филд-солвере. Она реалистична. В SUPPERCADNESS Allegra встроен симулятор целостности сигналов Signal Explorer. Раньше эта система продавалась отдельно за большие деньги, теперь она встроена в базовую лицензию SUPPER. Что вы можете сделать в этой системе? Вы можете взять с печатной платы сегмент топологии, какой-то участок топологии, выделить его и посмотреть на него как на модель, состоящую из сегментов линий передачи, микрополосковых линий, переходных отверстий, источника сигнала и приемника сигнала. Если у вас есть IBIS модели источника сигнала и приемника сигнала, либо вы можете взять в библиотеке, прилагаемые к Signal Explorer стандартные модели для элементов такого типа, это может быть буфера какие-то, или DDR память или контроллеры, вы можете посмотреть, как при такой топологии, при такой конфигурации согласующих цепей, резисторов, будет вести себя сигнал, какие на нем будут пики, будут ли они превышать допустимые значения по напряжению, будет ли некоторая пульсация на фронте, на спаде сигнала, и устраивает ли вашего схемотехника такая форма сигналов, будет ли эта система работать на той частоте, на которую вы хотите. Это очень удобно, это позволяет вам обеспечить целостность сигналов на печатной плате, особенно скоростных сигналов. Следующий интересный функционал, который позволяет также позаботиться дополнительно о целостности сигналов, это автоматическое уширение трасс между переходными отверстиями. Особенно это полезно, если у вас структуры переходных отверстий, ступенька, микроотверстия, одно за другим, с первого слоя на второй, со второго на третий, и так далее. И в каждом сегменте у вас возникает небольшая перемычка тоненького проводника, то есть скачок волнового сопротивления. Большая площадка переходного отверстия, тоненький проводничок, опять большая площадка переходного отверстия. Это неудобно. Система позволяет автоматически создать сегмент проводника такой же ширины, как диаметр переходного отверстия, тем самым улучшить целостность сигнала, снизить вероятность создания кислотных ловушек при изготовлении печатной платы. И этот функционал довольно интересен для современных скоростных печатных плат. Когда вы выравниваете длины сигналов, например, для трассировки DDR-памяти или при трассировке дифференциальной пары, в углу возникает небольшой мониторчик. Зеленый цвет на этом мониторчике показывает, что трасса выровнена корректно, соответствует правилам, красный цвет показывает, что вам необходимо еще продолжить выравнивание, удлинять или укорачивать сигнал. Или изменять соответствие фазы внутри дифференциальной пары. Этот мониторчик работает как в режиме работы по длине, так и в режиме анализа по времени распространения сигнала. Включая, кстати говоря, и анализ времени распространения по толщине платы, а также и анализ задержек внутри корпусов микросхемы. Эти задержки, как мы знаем, могут быть разными в зависимости от вывода. Есть различные варианты выравнивания, это меандр или аккордеон, тромбон, либо третий вариант называется «со-тус», не знаю перевода на русский язык, но такая пилообразная кривая. Вы можете делать его либо выровненным по центру, либо вы можете делать его окружностью или выравнивать под сегментами под 45 градусов. И вся работа по выравниванию, как я уже говорил, сопровождается вот этим мониторчиком, который показывает вам, достигли вы необходимого результата выравнивания или вам еще нужно продолжать удлинение или укорачивание сигнала. Да, хочу отметить, возвращаясь к меандрам, хочу отметить, что как правило рекомендуется делать расстояние между плечами меандра равное 5 ширинам, но можно иногда сократить, и многие разработчики сокращают это расстояние до 3 ширин проводника. Ну, 3 ширины проводника это минимально допустимое расстояние для скоростных цепей, и в общем-то, если вы хотите выйти на высокие скорости, то это недостаточно. Плечи меандра начинают влиять друг на друга, и сигнал у вас получается снижение качества сигнала. Еще одна вещь, которая влияет и на технологичность производства печатных плат, особенно гибко-жестких плат, и плат высокой сложности, и влияет и на целостность сигнала. Это возможность делать капельки на трассах при подходе к площадкам, либо к переходным отверстиям. Саппор Кэденс позволяет делать такие капельки автоматически, вы видите, как задаются параметры этих капелек. еще одна дополнительная возможность улучшить качество проекта, это задание улучшенного входа в площадку. Этот улучшенный вход либо строго по центру площадки, либо через угол, либо по горизонтальному центру. Вы можете задать эти опции. Посмотрите на рисунки справа внизу, это крайне неудачный вариант входа в площадку, у вас создается кислотная ловушка в встроенный острый угол, в котором могут возникнуть при производстве платы какие-то остатки травящих жидкостей, которые невозможно смыть, и в дальнейшем это приведет к коррозии и к сокращению срока службы вашей печатной платы. В Саппор Кэденс встроен автоматический трассировщик, это Спектра, в общем-то это один из лучших трассировщиков на сегодняшний день в мире, и вы можете задействовать этот авто трассировщик как для трассировки выбранных вами групп сигналов, так и для полной авто трассировки печатной платы. В самом деле простые платы, платы средней сложности вы можете трассировать буквально за минуты или десятки минут, вместо того, чтобы тратить на это несколько дней. Давайте посмотрим. вот мы запускаем авто трассировщик, проходит несколько минут, мы получаем результат, результат этот соответствует нашим правилам, качество трассировки ничуть не хуже, чем после ручной трассировки, нет петель, это годится для простых платы, платы средней сложности, но как мы знаем в нашей работе таких плат довольно много. Таким образом использование авто трассировки, вот таким вот образом, либо выделяя цепи группой, либо трассируя всю плату целиком, это позволяет нам существенно сократить время нашей работы, быстрее получить готовый результат. Если вы начинаете работать с компонентами BGA, и шаг BGA все более мелкий, уже и 0,8 миллиметра, и 0,5 миллиметра, и у кого-то 0,4 миллиметра, вам никак не обойтись без микроотверстий и без структур плат HDI, High Density Interconnect, то есть плат высокой плотности соединений. В этом случае мы используем микроотверстия или Microvia. в этом случае мы можем использовать структуры, состоящие из нескольких Microvia, с первого на второй слой, со второго на третий, затем скрыто отверстие, и далее с последнего слоя на предпоследний и с предпоследнего на предпредпоследний. Это характерная структура микроотверстий и Support Cadence поддерживает такие структуры очень удобно, отмечает с какого на какой слой, вы видите, что написано цифра 1, 3, значит, микроотверстие с первого на третий слой, может быть, оно будет при производстве сделано как отверстие с первого на второй и второго на третий выстроенных вот таким стеком, но вам, как разработчику, важно, что вы видите, что это за отверстие и как оно устроено, какие слои оно занимает. Давайте посмотрим, как устроена трассировка с использованием таких структур. Вы говорите, на какой слой вы переходите и сразу выстраивается структура, причем вы можете управлять размещением элементов этой структуры, так как, в принципе, для производства неважно в каком порядке и на каком расстоянии друг от друга расположены элементы структуры. это переход стопа на ботом, но который делается с использованием вот этой структуры. Вы можете указать и другой слой, не обязательно переходить стопа на ботом. в Constraint Manager задано то, какие структуры вы можете использовать. В данном случае, вы видите, используется структура каждой с каждым. Это уже более характерно для мобильных телефонов, для подложек микросхем, для каких-то миниатюрных печатных плат, может быть, для носимых радиостанций и так далее. Отображение связей в Allegro можно использовать различными способами. Можно отображать их либо только для трассируемого компонента, либо для выделенных групп цепей и так далее. этим можно управлять достаточно удобным образом и можно включать также динамическое отображение связи. Можно указывать цвет для различных групп цепей. Видите, что это позволяет разработчику дополнительно иметь информационный какой-то слой для принятия решений при трассировке. можете скрыть все резинки кроме выделенных вами цепей. Отдельная большая тема это прошивание печатной платы массивами отверстий. Это могут быть переходные отверстия как прокладываемые вдоль каких-то критических цепей, например, клоков или микрополосковых линий, полосковых линий внутри платы, либо это может быть прошивка вдоль контура платы или прошивка каких-то полигонов привязка к земле. Характерно для высокоскоростных плат, для аналоговых плат, для высокочастотных СВЧ плат. Саппор Cadence Allegra предлагает вам широкий функционал для автоматической прошивки отверстиями. Вы можете задать опции привязать к необходимой цепи, например, ГНД, выбрать тип переходного отверстия, шаг между отверстиями, и затем, выбирая проводник, вы можете задать прошивку отверстиями вокруг этого проводника. Лишние отверстия удаляются. Вы можете задать прошивку вдоль полигона, или внутри полигона, выбрать другой тип переходных отверстий, более мелкие в данном случае, может быть микро отверстия, и САПР автоматически расставляет эти переходные отверстия. Очень важной функцией Allegra является определение связности. Вы не можете довести цепь до края площадки и сказать, ну все, я страссировал, а при этом у вас расстояние между цепью и площадкой, так было в старых САПР, равно нулю. Казалось бы, соединение есть, но при травлении такой платы, при ее изготовлении, там может возникнуть проблема, может возникнуть разрыв или обрыв. В САПР Cadence Allegra вы обязаны, и система заботится об этом, вы доводите проводник до центра площадки, обеспечивая стопроцентную связность и позволяя вам гарантировать качество вашей продукции. Продолжение следует...